Девушки отдыхают 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 памятник в центре нашего города. Как говорят, одни из участников проекта избавились от психологического груза, который получили в течение заключения. Другие сблизились с своими родными. Третьим была найдена работа. В частности, один из участников этого проекта осуществил давнишнюю мечту своей мамы и сейчас снимается, насколько мы знаем, в одном сериале на Первом канале по сценарию Анатолия Барбакару, вот того самого ведущего, которого мы сейчас видели в начале ролика. Барбакару, кстати говоря, был одним из известных карточных шулеров в советские времена. Ему пришлось посидеть за это ремесло. Но потом он вышел, как говорят, одумался и вот сейчас стал писателем, сценаристом и телевизионным ведущим. Надо сказать, что первый сезон этого проекта «Джентльмены на даче» вышел на канале «Перец» в начале этого года, а снимался полтора года тому назад в Украине. И успех был настолько замечательным, что этот опыт решили повторить уже в российских условиях. Второй проект снимали уже в России. А начнется этот проект «Джентльмены на даче-2» на канале «Перец». Я повторяю, сегодня, 15 октября, в 22 часа вечера. Что ж, сейчас я объявлю о наших гостях, те, кто принимает участие в нашем круглом столе, в нашем эфире. Это, прежде всего, начальник управления психолого-педагогической и социальной работы с осужденными Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, полковник внутренней службы Береснев Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Никифоров Алексей Иванович, заместитель министра социальной политики Свердловской области. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Консультант аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области Сергей Николаевич Санников. Ну и настоящий герой, гвоздь нашей программы Андрей Казанцев, один из участников проекта «Джентльмены на даче-2». Я думаю, что сейчас, глядя на вас, многие вас узнали после этого ролика. Андрей, первый вопрос, конечно же, к вам. Вот смотрю объективку на вас. 36 лет, правильно я понимаю? Из них 17, как тут написано, проведены в местах лишения свободы. Тоже верно. 7 ходок. Последний срок 7 лет. Вопрос напрашивается сам собою. Что заставляет человека, ну, в частности, вас, что заставляло возвращаться на зону? И кто в этом виноват? Вы сами или общество, которое отталкивает, отталкивало вас, а может быть, так занимательно и хорошо на зоне, что туда тянет обратно? Нет, не сказать, что там очень занимательно и хорошо, но то, что меня туда толкало обратно, я не хотел туда обратно. Ну, почему попадал? Ну, пытался, пытался когда-то устроиться на работу, хотя первый раз, когда меня уставили на работу, я отказался сам. Ну, она мне была просто не по душе. Другие разы, когда я освобождался, я пытался что-то изменить в своей жизни. Пытался устроиться на какую-то работу, но безрезультатно. Может, просто мало пытался и занимался тем, чем умел. У меня просто с самого детства все это пошло. Так сказать, трудное детство было. Хотя у нас семья была очень хорошая. То есть люди, глядя на вашу биографию, сразу отказывали вам в трудоустройстве? У меня было даже и в этот раз. Уже после выхода, в последний раз, да? Уже было даже такое. Специально просто проэкспериментировал, пришел туда, куда нужны были такие специалисты, как я. Мне сразу же сказали, мы вас возьмем. Ну, я говорю, я просидел 17 лет. Они мне сказали, что мы тебя боимся. Я говорю, за что? Я никого никогда не убивал, никогда никого не бил. Лазил по квартирам, да. Там, где я живу, там, где я работаю, у своих друзей, знакомых, я никогда ничто не брал. Только лазил по квартирам. Что меня бояться? Ну, действительно, я вот никакого страха не испытываю. Нет, мы тебя боимся. Ты просидел 17 лет только из-за этого. Давайте, чтобы поподробнее узнать о вас, о вашей биографии, о вашем участии в проекте, мы посмотрим сейчас еще один ролик, посвященный непосредственно. Андрюш, как с Наташей сейчас взаимоотношения? Что у вас происходит? Ничего. Она замужем. Мы общаемся, у нас остались нормальные отношения, то есть у меня с ней хорошие отношения. Мы созваниваемся. Добиваться взаимных чувств ее стороны собираетесь? Да, наверное, нет. Мне кажется, что она счастлива. Пусть будет. Дай вам Бог тоже стать счастливым. Вы знаете, какая мысль пришла ко мне после просмотра этого ролика? Что есть какой-то рок, какая-то судьба, какая-то предначертанность, предопределенность в истории вашей семьи? Или я ошибаюсь? Или каждый человек все-таки сам делает свою жизнь? Не, ну я думаю во втором случае, что каждый человек сам делает свою жизнь. А то, что трагедия в нашей семье, кстати, да, у нас по маминой линии тоже у нее никого не осталось, все погибли в раннем возрасте, и ее мама тоже погибла рано. Может быть, просто это... Может, это просто для меня какое-то испытание судьбы? Какой-то знак. Да. Смогу ли я выжить в этом мире? Давайте, держитесь. Андрей Геннадьевич, я вот обращаюсь к Андрею Геннадьевичу Бересневу, начальнику управления психолого-педагогической и социальной работы с осужденными ГУФСИН в Свердловской области. Вот то, что люди возвращаются за колючую проволоку, скажем так, это все-таки их вина или их беда? Кто виноват больше всего? Система, сам человек, общество, которое не принимает бывших осужденных? Ну, я думаю, наверное, это, прежде всего, вина самих граждан. В обществе созданы, наверное, все институты для того, чтобы как-то себя реабилитировать. То есть и трудоустройство, и обучение, и создание семьи. Ну вот Андрей только что говорил про то, что его не брали на работу, вот с такой биографией. Я могу даже сказать больше. Можно? То есть перед самым освобождением, я сейчас отбывал в Тавде ИК-6, там, по-моему, сейчас она 26-я. К нам пришли соцработники. Мы заполняли какие-то анкеты, кем мы хотим стать, когда выйдем, когда мы выходим. Там осталось буквально совсем чуть-чуть. Я даже оставил свой номер телефона. Мне сказали, конечно, оставляю. Я говорю, а где, как его искать? Оставляйте номер телефона, мы ему позвоним. Ни разу никто не позвонил. Я вышел, я даже не знал, где искать этот соцотдел. Но если я не знаю, где он находится, куда мне идти? Они мне ни разу не позвонили. Зачем? То есть вот мне лично самому, они мне не нужны. Они мне не нужны, эти соцработники были. Просто меня заставили туда идти. То есть администрация сказала, ты освобождаешься, тебе надо туда идти. Иди. Я пошел, заполнил анкету, поинтересовался. Мне ответили на кучу всяких разных вопросов, которые меня интересовали. Со мной мило разговаривали. Но что дальше, я не знаю. Может быть, просто дело во мне. Я не знаю, куда идти к ним. Да, я на самом деле не знаю, где их искать. Они мне не оставили ни адреса, ни телефона, ничего. Они взяли мой номер телефона. Он у меня до сих пор включен. У меня эта сим-карта была в колонии. Я с ней и вышел. Вот она у меня до сих пор включена. Александр Григорьевич, а вообще судьба бывших заключенных как-то отслеживается управлением? Это входит в его функции? Вы как-то можете помочь вообще таким людям найти себя в жизни? Уголовная исправительная система не призвана заниматься этим, отслеживать судьбы своих осужденных. А вот то, что в рамках учреждения, то, что сейчас Андрей говорит, для меня это, ну, как бы и не новая школа подготовки к освобождению, она существует уже давно. Она закреплена в нормах уголовно-исправительного законодательства, в ведомственных нормативных актах. То, что соцработники занимаются с осужденными, которые собираются выходить на свободу, это... Еще до освобождения. Да, до освобождения. Это как раз вот и на этой стадии здесь все институты и работают. Вот это и социальные сети, это и прописка по месту жительства, то есть это и подбор специальности гражданской. То, что Андрей не нашел, может адреса по своему месту жительства, для меня тоже это интересно. Все остальные находят? Да, все остальные, как бы, знают, где находится орган внутренних дел, да. Просто у меня нет места жительства. Другой вопрос. Вот когда нет места... В том числе и эти вопросы мы решаем. То есть запросы делаем в различные министерства и ведомства, в том числе и паспортные столы, родственные связи, значит, у кого утрачены там... Ну, насколько мне известно, у Андрея родственные связи были, по крайней мере, брат, да, и сейчас есть. То есть... То есть... Андрей, а вы какую-то профессию получили за те 17 лет, что провели? Да. Заключение какое? Я на автослесаря выучился. Ну, вот вы вышли. Вам эта профессия как-то пригодилась? Последний срок. Нет, я по ней не работал. Она мне нравится, но я по ней не работал. Ну, я пытался устроиться там, но не нужны были мои услуги там, где я пытался устроиться. Потом газоэлектросварщик. Я тоже учился, но я не доучился, но хотя я уже... Мне оставалось просто получить там корочки уже. То есть год учебный я проучился, проучился отлично. Но меня посадили в строгие условия содержания за то, что я там был нарушителем. Побузил, что ли? Да, немножко. Да, за плохое поведение, за несогласие с правилами внутреннего распорядка. Но вот вы с Александром Геннадьевичем согласитесь в том, что система предпринимает достаточно усилий для того, чтобы адаптировать заключенного, так сказать, к мирной жизни? Нет, я вообще не могу просто ответить прямо на этот вопрос, потому что я этого не знаю. То есть то, как я столкнулся в своей ситуации, может быть, я бы нашел, где все это что-то, что-то бы изменилось в моей жизни, они бы мне помогли. Но я просто не стал их искать. Где они, эти соцслужбы, зачем они мне нужны? То есть они мне были не нужны. Нет, постойте, еще во время нахождения в тюрьме с вами должны были заниматься. Со мной занимались один раз. Я говорю, когда пришли, попросили заполнить анкету, чем я хочу заниматься, спросили, в чем тебе помочь. Мы говорим, ты хочешь права получить, мы тебе поможем, пиши, мы поможем тебе. Я говорю, я оставил свой номер телефона. Я спросил, я могу оставить свой номер телефона, потому что я не знаю, где кого искать. Подождите, а занятия психологом просто хочется, чтобы закрыть, да? Занятия психологов нету. Там, где я сидел, нету. Есть кабинеты, но нету занятий с психологом. Почему тогда вопрос Гусейн? В каких годах это больно? Я освободился вот 4 месяца назад. И там нет психолога? Нету. Он есть, но я его ни разу в жизни не видел. На меня составили анкеты. Мы когда туда приезжаем, то есть мы отвечаем, ну, анкетные данные заполняем. Я ее не заполнил. То есть нам давали 2 дня. На второй день я стал ее заполнять. Заполнил практически до конца, но я ее не отдал. Но мой соцпортрет у них есть. Я ее не отдал им. С ни одним психологом я там ни разу не разговаривал. Вообще ни разу. Они есть там, но им некогда работать. У них могут быть какие-то свои другие дела. Андрей, а если все-таки вернуться к телепроекту, с которого мы начинали. Телепроект дал гораздо больше, ну, вот тех самых знаний, гораздо больше адаптировал к жизни современной. Ведь она сильно изменилась за то время, пока вы находились в тюрьме. Об этом пишут нам зрители. Дело в том, что наша пресс-конференция, наш разговор транслируется сейчас в интернете. И у меня вот здесь на коленях ноутбук. Я вижу нашу трансляцию на сайте якбург.тв и, собственно, обсуждение зрителей. Про телепроект. Кто вам больше помог? Кто больше помог? Или телепроект? Помог телепроект. Ну тогда по пунктикам. А что? Чему научились? Я нашел к чему стремиться. Они мне подсказали, как это делать. Может быть, что-то внутри меня надломили в моем плохом прошлом. Спасибо им за это. Не, ну телепроект мне на самом деле много помог. Они меня устроили на работу. Я только приехал обратно к себе в город, я сразу же устроился на работу. Только за это им огромное спасибо. А куда? Без каких-либо. В столовой я работал. Я сейчас там не работаю, я просто нашел себе другую работу, более высокооплачиваемую. Но на той работе, которую устроили меня, мне там вообще все нравилось. Нравилось все. Но просто нашел работу, где зарплата у меня сейчас побольше. То есть только из-за этого... Установлен по решению суда административный надзор после освобождения. Мне отец звонил брату, отец звонил моему брату, я просто с отцом не общаюсь. Говорил, приходил участковый, искал тебя к нему домой. То есть я этого участкового не видел. Но я не собираюсь его искать. Надо ему меня, пусть он ищет. Я живу в другом городе. Я всю жизнь прожил в Екатеринбурге, я родился здесь в Свердловске. Просто я сейчас не могу здесь жить. Нет такой возможности. Я живу у брата в Перу-Уральске. Если бы вам был установлен административный надзор, вас бы нашли в любом случае. Алексей Иванович, я обращаюсь к Алексею Ивановичу Никифорову. Это заместитель министра социальной политики Свердловской области. Повторяю, мы обсуждаем сегодня и проблему социальной адаптации бывших заключенных, и соответствующий телевизионный проект, который выходит сегодня, 15 октября, в 22 часа, на канале Перец. Он называется «Джентльмены на даче-2». Вот смотрите, со слов нашего героя Андрея Казанцева, поучаствовавшего в этом проекте, месяц пребывания на съемках этой телевизионной передачи дал ему больше, чем вся система, созданная государством для адаптации бывших заключенных. Почему так происходит? Просто потому, что там на телевизионном проекте были искусственно созданы такие тепличные условия, когда и педагог, и психолог, и театр, и стихи, и песни, и йога, и верховая езда? Или эта система просто неэффективна сама по себе? Вы знаете, безусловно, любой проект, тем более такой очень популярный, зрелищный, включенческий, он, безусловно, дает какие-то результаты для того, чтобы осмыслить, а что происходит, почему некоторые моменты не срабатывают. И сегодня, вот Андрей Гаврилов тоже, были моменты, когда как бы и работали, но в то же время не было результатов. И, безусловно, вся вот эта работа, если говорить отдельно по вот этим 12 человекам, то, конечно же, можно разобрать по косточкам и увидеть слабые и сильные стороны. А если говорить в целом о тех людях, которые находятся в местах лишения свободы, вы сегодня назвали эту цифру, там, 740 тысяч человек, да, ежегодно у нас в Свердловской области выходят из мест заключения в Свердловскую область до 12, там, с гаком, тысяч человек. И должна быть работа уже система, потому что персонифицированно, хотя в этой системе должен быть персонифицированный учет. Что мы, например, делаем сегодня? В ЕК-10.2 в Екатеринбурге проводим сегодня пилотный проект о чем? Очень плотно работаем над тем, чтобы разработать карту социальной реабилитации. Вот когда человек находится в местах лишения свободы, о нем, и особенно за полгода, когда уже планируется его, значит, выход в обычную жизнь, нужно проработать все моменты, что нужно этому человеку. Восстановление документов или нет? Принимет его семья или нет? Насколько у него есть работа и профессия для того, чтобы устроиться? – Это этим гражданские службы занимаются или вот ГУФСИН как раз? – Нет. ГУФСИН занимается до тех времен, когда человек выходит из колонии, ну, на свободу. – А потом вы его перенимаете. – А потом, значит, здесь все участвуют. Допустим, восстановлением документов занимается миграционная служба, да? Восстановлением документов, предположим, мы содействуем восстановлению документов пенсионные, страховые, там, все эти полиса и так далее. Этим мы занимаемся. Мы предоставляем временную прописку. У нас сегодня есть возможность, и она есть. – Жить им есть где по выходе из колонии? – Вот я еще раз говорю, что я к этому иду. Значит, у нас есть возможность предоставить им временное жилье. В отделениях временного пребывания, которых у нас сегодня больше 30 в Свердловской области и больше 700 коек, мы можем предоставить жилье до полугода, для того, чтобы перейти в самое критическое время для этой категории. – Вот 12 тысяч, Алексей Иванович, вышедших на свободу и 700 коек. – А вот вы знаете, что давайте поделим немножко по-другому. Значит, у нас часть людей идет домой в семью сразу, и мы их вообще знать не знаем, видеть не видим. Они уходят в семью, идут работать, и мы их не видим. Одна доля. Вторая доля идет сразу в криминал, и мы ее тоже никогда не видим и не узнаем. Может быть, есть другие данные. – То есть, он украл, выпил в тюрьму. – Ну, типа, вот, да, есть, да, жильцмены удачи, номер первой серии, это вот сарая. – Так вот, и тоже не видим. И к нам обращаются примерно вот из этой категории люди, примерно 5-7 тысяч человек. Но ведь они не в одно время освобождаются, они освобождаются в течение времени, и поэтому этих коек, я вас уверяю, больше, чем нужно. На этих коеках еще располагаются другие люди, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. И я совершенно ответственно говорю, что коек достаточно. Вот такая арифметика простая, которую вы приводите, она не годится. Что самое сложное вот для этой категории прозвучало уже? Вот насколько люди действительно подготовлены к бытию в обычных условиях, находясь в местах лишения свободы. И вот эту карту мы сегодня разрабатываем совместно для того, чтобы понять, насколько человек, выйдя, мог найти свое место. Какие узкие места? Узкие места заключаются в том, что, допустим, в том же Екатеринбурге, вот этих, так скажем, социальных мест, их нет. Есть в Рифте, есть в Малышево, есть у нас в Невьянске и так далее, и так далее, и так далее. Здесь есть проблемы. Но если человек имеет возможность и желает трудиться и трудоустроиться, то из своей заработной платы снять угол тоже это возможно. Была бы мотивация. И вот это самое главное, создать мотивацию, чтобы человек, выйдя, нашел в себе силы трудоустроиться, восстановить документы. То есть не берут на работу, хоть ищи, хоть не ищи эти силы. А кто должен эту мотивацию создавать? Ничего не происходит. Скажите, кто? Значит, мотивация, здесь ведь какая мотивация? Мотивация в том, что департамент занятостей есть, который занимается трудоустройством всех людей, в том числе люди, которые освоождаются в местах лишения свободы. Когда человек выходит с определенной профессии, то, безусловно, предлагают ему какие-то места. Даже в этой системе, в департамент занятости, есть возможность и получить профессию, и переобучиться. Все эти возможности заложены, и они реализуются. И по жизни можно, если обратиться к их статистике, они тоже говорят, сколько людей, бывших заключенных, проучились, поменяли профессию, подняли свой уровень квалификации. Это все есть. Возникает третья сторона. Это уже все мы. Это работодатели, одним словом. Которые хочут или не хочут. И вот Андрей говорил о том, что не хочу, не могу, не буду. Вот здесь, на мой взгляд. И с другой стороны, он говорит, проект помог. Что проект сделал? То есть он помог ему трудоустроиться в столовую. Это ведь возможно, да? Потому что им занимались специально, опять санитарно люди. Они не просто помогли мне устроиться. То есть для того, чтобы работать в каком-то общепите, нужны какие-то документы, хотя бы санитарная книжка. Конечно. Очень я сомневаюсь, если я пришел бы к вам, вы бы мне ее сделали. Мы санитарные книжки вообще не делаем, это не наше положение. Для того, чтобы получить санитарную книжку, нужны деньги. Где я их возьму? Чтобы сдавать анализы, мне нужны деньги. Где я их возьму? Я вышел в робе. Вышел в старых ботинках, в лопарях, в которых там ходил. Круглый год. И зимой, и летом в одних. В которых летом жарко, а зимой невыносимо холодно ногам. Где? Как я буду по городу в такой ходить? От меня народ будет шарахаться. У меня нет одежды, у меня нет ничего. Если у вас есть что сказать? Если у меня нет родственников, я сомневаюсь, что мне кто-то в этом поможет. Сергей Николаевич, вот я обращаюсь к консультанту аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Сергею Николаевичу Санникову. Как вы думаете, заставить работодателя принять на работу такого человека, который только что с зоны, невозможно? Может быть его как-то простимулировать, этого самого работодателя? Может быть его поощрить к этому? В чем вы лично находите выход? Он действительно походит в этой робе, походит и обратно вернется? Старушку проценчатку, какой-нибудь топором грохнет и обратно? Если рассматривать с точки зрения поощрения работодателя, это же не говорит о том, что работодатель, используя свое поощрение, примет человека на работу и через 2-3 месяца от него не избавится. Мы не можем этого гарантировать. Это во-первых. Возможно, это и есть некий шаг к решению проблемы, но дальше должна быть заинтересованность самого человека, осужденного, который стремится к этой работе. Приняли его на работу, ну не знаю, какие-то условия разработать, может быть вы правы. Пусть будет какой-то определенный испытательный срок, какие-то параметры он должен выполнить и так далее. Пусть даже поставить некую аналогию с уголовной испытательной системой. То есть пришел на работу, ушел с работы, отчасти все привести в некие жесткие рамки, но на воле. И чтобы потом постепенно человек вливался. Тема поставлена, конечно, очень остро и очень актуально. Я послушал Алексея Ивановича. Абсолютно верно, да. Без желания осужденного самого ничего не произойдет. Ничего не произойдет. У нас сейчас в Орловской области есть общественные организации, есть фонды, которые помогают. Я согласен, что мы не можем, мы со своей стороны их курируем, мы не можем взять эту всю функцию на себя. Люди идут точно так же к нам. Идут с проблемами паспорта, миграционные карты, устройства, доезда дома, вплоть до того, что я вышел, мне не в чем ходить. Идут к нам. Утром можно заставить его полномочия на человека, который освободился, не знаю, вчера и пришел. Говорит, мне идти некуда. Мне не в чем ходить, мне не на что ехать и так далее. Мы начинаем разбираться. Ситуации бывают разные. Тут нет у меня особых проблем. Но это идеальный вариант, когда идут к вам, потому что вот Андрей говорит, он не знал, куда идти. И эти адреса, пароли и явки, они неизвестны людям в большинстве. Андрей, а по противополномочиям вы слышали что-нибудь по правилам человека? Слышал. Вы к нам обращались, нет? Где? Где вы находитесь? Вы этого не знаете? Нет. В каждой колонии, на каждом стенде, на каждом этаже, в каждом отряде висят адреса. Простите, Андрей, ВК-26, в частности, где вы освободились, мы бываем, раз в 4 месяца в 5. Я знаю, что вы там бываете. Я сам вам там жрать готовил. Спасибо. Я в столовой там работал. Спасибо. На здоровье. Я знаю, как вы туда приезжаете. Все эти комиссии. Как там все построены? Нет, 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 стоп. Мы не комиссия. Мы не приезжаем к комиссии. Я говорю про комиссии, которая туда приезжает. Все построились, дружно, здравствуйте, сказали. Жалобы, вопросы есть. Конечно, нет, у нас все хорошо, все отлично. Приезжали. Все они в столовую покушали и ушли. Я хочу немножко... Андрей, с другой стороны, почему правду-то не говорить этим комиссиям? Кто вам род зато? Потому что ты потом оттуда не вывезешь. Ты там не выживешь вообще. Тебя так там закатают. Там тебе такую жизнь устроят. А кто устроит? Администрация? Администрация? Конечно, администрация. Там тебе такую райскую жизнь устроят. Александр Ильич, вам вопрос. Вот прям напрямую. То есть гораздо страшнее в тюрьме не высокамерники, которые... Конечно, просто сказать, что да, у нас все хорошо. Лишь бы они побыстрее бы ушли бы все эти комиссии. И все бы опять бы сели бы там в телевизор, встретили еще что-то. Кстати, телевизор очень меня раздражает, что там даже новости нельзя посмотреть. В частности, ВК-26. По распорядку не положено. Новости смотреть? Распорядок дня составлен, когда можно смотреть телевизор по графику. И вот в этот распорядок дня новости ни одни не попадают. Попадает один фильм, и то, который ты никогда не сможешь до конца досмотреть. 30 минут не хватает. Все, выключают телевизор. А как же тогда ваши бывшие сокамерники? Вы нам рассказывали перед нашим сегодняшним... В интернете еще успевают на форуме что-то обсуждать. Да, еще обсуждать подобные проекты. Администрация сама заносит телефоны. Но есть и другие способы... За деньги, за взятки? За деньги. Есть и другие способы, как туда можно телефон достать. Администрация заносит. Администрация их и отбирает. И она же их заносит за деньги. У меня телефон. Я вам сейчас даже... Так, аккуратненько у вас... Вот он, телевизионный опыт. Человек спокойно... Так, неврально маленечко. Он у меня не был в тюрьме. У меня санкарта была в тюрьме. У меня был в тюрьме черно-белый телефон. У меня был черно-белый телефон. Я его там оставил, а мне здесь отдали вот это на свободе. Он просто поменялся. Потому что черно-белый телефон у нас там стоит 3000 рублей. Интересно. Нет, я не слышу, что это плохо. Это хорошо. Это хорошо. Потому что телефон-автомат, который там висит, он может часто не работать. А если он не работает, то в магазине нету карточек, чтобы... А если даже есть карточки, ты можешь не позвонить, потому что тебя не выпускают из локального участия. Андрей, извините, мы вас вынуждены перебить. У нас участники нашего разговора, которые мне досталось место за стол, тоже хотят. Да. Да нет, человек правду в жизни просто проговаривает. Достаточно часто правду. Я хочу сказать тебе другое правду. Я достаточно долго работаю в системе уголовно-исполнительной. И, наверное, одной из первых Свердловской области занялась проблемой лиц, освобождающиеся из мест лишения свободы. Ещё в 93-м году готовила докладную записку о том, что необходимо создавать центры реабилитации для осуждённых. Но хочу сказать, что, имея большой опыт, практически все осуждённые, бывшие осуждённые, кто хотел устроиться на работу, у многих были проблемы. У кого-то нет семьи, у кого-то, на самом деле, с документами проблемы. Но они руки не опускали. И вот, на самом деле, кто хотел, они устроились. Были такие, а я хотел пойти, вот меня не взяли, потому что вот до этого я работал менеджером, меня менеджером не берут. Я говорю, так правильно. Начинай сначала. Тяжело, но начинай сначала. Я не хочу простым грузчиком. А кем ты хочешь? Ты семь лет отсидел в колонии, у тебя уже даже навыки какие-то ушли. Начни с этого, а дальше потихонечку начнём тебе помогать. Были люди, которые приходили, я вот знаю с Алексеем Ивановичем неоднократно, негде жить. Вот, пожалуйста, есть дом ночного пребывания. Да что я там буду? Там одни бомжи живут. Понимаете, вот такой антитезис иногда. Вот я хочу так. А если так не будет, значит, государство виновата. Но извините, ведь до этого ты тоже много сделал нехороших вещей. Это был срок. Ну давай сначала, и тебе будем помогать. Но сразу вот всё и в один момент так просто не бывает. Знаю огромное количество, конечно, проблем чаще всего. Люди, может быть, и хотят устроиться и начать жизнь. Но у многих проблемы с алкоголем и наркотиками. Вот с этими на самом деле очень большая проблема. То есть есть желание... А на зонах это недоступны алкоголи и наркотики? Так получается? Нет, нет, имеется в виду... Ну это опять же... Ну откуда проблема? Это исключение. Это скорее исключение из правил. Но не надо обобщать. Вот у него был телефон, значит, у всех осуждённых есть телефоны. Но это исключение какое-то. Половина. Ну неправда. Так вот. У тех, кто отобрал. Я прямо сейчас могу набрать в колонию. В дневное время, день. Я наберу и мне... Давайте наберём. Ну давайте проведём такой эксперимент. Пожалуйста, давайте наберём. Сделаем этот звонок. Но ещё раз хочу сказать. Проблемы на самом деле очень серьёзные у лиц с алкоголем и наркотиками. Вот им очень тяжело. И для этой категории надо... Вот на самом деле очень серьёзный социальный патронаж какой-то. Но сейчас на самом деле... Почему тюрьма не исправляет? Ведь это система исправления, а не только наказания. Валерка, привет. Ага, привет. Что, как дела у тебя? Что, сходил? Слышь, братуха, сразу тебя предупрежу. Я просто в прямом эфире. Если вдруг у тебя отберут телефон, отвечаю, сам тебе лично новый пошлю. Какой захочешь. Я говорю, мы сейчас в прямом эфире. Я говорю, если у тебя сейчас заберут телефон, потому что я тебе звоню и ты мне ответил. Я тебе сам лично пришлю новый, какой захочешь. В смысле? Ну потому что мы в прямом эфире тебя могут сейчас по-любому отстреливать. Потому что у тебя есть телефон. Лексики. Вся Россия сейчас видит, что у тебя есть телефон в колонии. Я просто взял и набрал тебе. И вот ты на связи. День. Зачем? Ну как зачем? Они не верят, что есть телефоны в лагере. Ладно, Андрей, все, давай пока. Давай пока. И вам всего доброго. Андрей, извините, такой вопрос. Извините, такой вопрос. Если вы говорите, вы выходите из колонии, у вас нет денег, чтобы сделать справки, да, там еще что-то. А деньги на телефон, они находятся. Или откуда тогда это? Хорошо. Я там работал. Вот смотрите, когда я освободился, я там работал. Я работал в столовой. Я зарабатывал, у меня было 0,5 ставки, ну полставки. Я работал каждый день с понедельника по воскресенье, с понедельника по понедельник без выходных. Целый день по... В 6 утра у нас был подъем, полседьмого я уже был там. И уходил я в 9, полдесятого вечера оттуда. Я зарабатывал 565 рублей в месяц. Вот эти деньги мне дали. Я проработал, у меня получается, я 27-го числа освободился, мне 27-го числа закрыли, а до 27-го числа работал. И мне именно вот эти деньги только дали на освобождение. Больше мне не дали ни копейки. И билет. Билет до Екатерины Груб. А телефон, который в 5,5 тысяча нет? Все. Телефон, он у меня был. Он у меня был там. Я просил у родственников деньги, они мне прислали, я его там купил за 3 тысячи рублей. Когда я освобождался, ну то есть не было такого человека, которого я ему просто отдал. Ну вот у меня там сложились так вот отношения перед освобождением, что не было такого человека. Я его просто бы отдал бы там кому-нибудь, подарил бы его. Я сделал вот так вот. Я нашел тому, кто нужен этот телефон, а мне нашли вот этот телефон здесь на свободе. Я вышел, мне его дали. Андрей, вот мой вопрос. Как вы думаете, после всего, что было сказано здесь в студии, люди, подобные вам, могут или должны рассчитывать на какие-то подъемные, на какие-то выплаты, когда они выходят на волю, чтобы прожить как-то первые дни, устроиться? Мне сказали, сколько я знаю, там дают сейчас вот там, по-моему, 720 рублей, не могу даже сказать сумму. Временно, денежно, 700 рублей. Мне отказали, почему, причина была, я там смеялся, честное слово. Мне сказали, у тебя есть заработанные деньги, 565 рублей и сколько-то копеек. Мы тебе не дадим. Вот если бы у тебя их не было, мы бы тебе дали. Я же смеялся, я говорю, вы что делаете-то? Вы сами понимаете всю абсурдность ситуации? То есть, если бы я бы ленился, не работал бы там, пролежал бы целый месяц на отряде, чесал бы в вуза, ничего бы не делал, мне бы дали бы 720 рублей. Но так как я работал целый месяц без выходных, мне дали 565 рублей. Для нашего общества это очень типично было. Вот про наше общество. Мне так смешно это было просто, я до сих пор это у меня в голове не укладывается. То есть, я не работаю, получил бы 720 рублей. Я работаю целый месяц, получаю 565 рублей. Разве это не смешно? Почему такие ставки? Почему полставки, если человек работает днями? И почему именно 850, а не 970? У нас есть постановление правительства, вы если и про ИДП говорите, там фиксированная сумма. До 1 января 2012 года было 750, сейчас 850 с 1 января. Про заработные платы есть такое понятие хозяйственная лагерная обслуга. Вот так называемый хло, где вы и работали, я понимаю, да? Нет, немножко не так. Если в столовой, то вы в хозяйственной лагерной обслуге работали. Да, был официально тут устроен. Там есть фиксированные тоже самые ставки, суммы. Если вы были на ставке трудоустроены, то есть там, ну, понятно, это уже не от работодателей, не от начальника колонии зависит. Там расценки установлены государством. То есть, если есть определенная, понимаете, норма выработки. При выполнении 100% нормы выработки и перевыполнение. Но и другая сторона, есть, которые нетрудоустроены по режимным требованиям, там, статьи тяжелые, значит, не выводят их на промышленную зону, да? Внутри колонии всех нельзя трудоустроить. Есть понятие такое. Александр Ильич, ну я вот сейчас спрашиваю, не как председатель государства. Я извиняюсь, давайте мы сейчас прервемся на опрос. Дело в том, что мы сегодня вышли на улицы города и спросили простых екатеринбуржцев, готовы ли они принять бывших заключенных, ну, вот как равных в своем обществе. Насколько лояльно и толерантно наше общество. Ну, вот, собственно, эти ответы мы сейчас с вами послушаем. Общество лояльно, одно могу сказать, девушки даже готовы выходить замуж за бывших заключенных, не смущаясь. Давайте посмотрим. Ну, мне кажется, сейчас полно работы. Разные, которые не требуют особой квалификации. Все такое. Мне кажется, можно устроиться после зоны. Вполне. У меня в свое время брат использовал вот таких людей для уборки урожая. Вот, но как-то эта практика не очень, так сказать, видимо, привелась. У нас очень много всяких разных, всяких там, столярных предприятий, мебельных компаний. Я думаю, что у них это лучше всего получается. Какими-то разнорабочими для выполнения каких-то таких несложных, просто задач, не требующих определенных навыков. Ну, вы знаете, опять зависит от тяжести преступления. То есть, он сидел за экономические преступления, почему он может вернуться обратно к своей... Я бы могла выйти замуж за бывшего заключенного. И хочется напомнить, что у нас идет обсуждение, помимо студии здесь, на сайте якбург.тв. Один из зрителей спрашивает. В этих ИК-СИЗО у центрального стадиона, кроме сотовых, похоже, все остальное рухлить. Здание старое, стандарт гулаговский. Может, пора снести все это великолепие в центре города, а заключенных перевезти за город? Конец вопроса. С удовольствием бы, наверное, перенесли. Это уже проблема такая есть. Вы знаете, что будет, предстоит, значит, футбольное соревнование, чемпионат мира, да, в 2018 году. И дадут деньги, почему нам не построить? У нас есть подрядные организации, которые занимаются строительством. Частность сейчас под Камышловым новый изолятор заложен. И то, что изолятор, допустим, там со времен царских еще он есть, но посмотреть, сколько сегодня корпусов и правозащитные организации приезжают, и общественно наблюдать, какие условия сегодня созданы. В частности, изолятор в Кировграде, изолятор номер 6, который сегодня строящийся, незакрытый еще объект. Какие там условия? Сиди не хочу, да? По евростандартам уже все сделано, и вот то, что, вот, мне, конечно, это дико можно слышать, как воспитателю, да, что кабельное телевидение, где мы сегодня в каждой колонии практически добились. Понятно, что просто так смотреть нам запрещено отдавать каналы различные смотреть сегодня в эфире всяческих программ, пропагандирующих в том числе и насилие, и секс, и наркотики, и так далее. Мы это пытаемся убрать из колоний. Разрешаем только смотреть те каналы, которые сегодня несут народу. Но вот этот проект, «Джентльмены на даче 2», вы бы взяли и посмотрите? Он разрешен? Значит, он разрешен в колониях, его смотрят. У нас даже при проверке, при контроле, в детской воспитательной колонии этот канал дети смотрели. Хотя нам в СИН России запретил его показывать, потому что он несет в себе определенный сценарий, да, типа голые, смешные и так далее. То есть несовершеннолетним это ни к чему. То есть бывали такие проблемы. Мы сейчас идем, так сказать, на более высокую ступень. То есть все цивилизовано. Вот у нас 19-го числа будут сборы с заместителями начальников подразделения, как раз курирующие вопросы воспитательной работы, кадровой. Мы им там покажем, как работает сегодня система социальных лифтов. То есть когда осужденный, может, вы знакомы с этим понятием? Да. Знакомы. То есть человек понимает, о чем речь. И вот слушать сегодня, что психолог там ему не помогал, психолог помогает нуждающимся. В целом СПК проводили срез дел. Значит, вы не нуждающиеся. Вы не нуждались в этом. Извините, про социальные лифты перебьют. Андрей, не упавьте. Я заполнял анкету по этим социальным лифтам. Ну, то есть отвечал на вопросы. В конце, когда опрос закончен был, вывод был какой? Меня надо содержать на строгих условиях содержания. Почему? Потому что я не общаюсь с родственниками. Потому что я не извиняюсь перед потерпевшими. Потому что я курю. И потому что я не занимаюсь спортом. Только три. Там семь пунктов было, на которые... Семь критериев. Семь, да. Вы их не выполнили. На четыре я. Вот на вот этих, что я не извиняюсь перед потерпевшими, не общаюсь с родственниками. А почему, Андрей, скажите, почему вы не извиняете? Вы не осознали тяжесть с родственниками? Это должно быть в правовом государстве. Так должно быть. Хорошо. Отвидел? Да ладно потерпевшие. Я курю. Я курю. Но я курю сигареты. Нездоровый образ жизни не ведете. Я курю с 15 лет. Все, не прохожу. Спортом не занимаюсь. Но не нравится мне заниматься спортом. Почему я должен за это сидеть в СУСе? Хорошо, Андрей, скажите тогда. Вот у вас отряд был... Я, кстати говоря, тоже покуриваю и занимаюсь спортом. Я должен содержаться в строгих условиях содержания. Строгих условиях содержания я должен содержаться. Сидеть в камере. Значит, вот я сейчас только об этом говорю. Существует система социальных лифтов, да, в каждом подразделении. У каждого осужденного есть выбор. То есть подняться ему вверх в облегченные условия, оттуда, соответственно, уйти на ВДО, или пойти в сказатайственном суде о помиловании, в том числе заменить более мягким видом наказания, вплоть до освобождения с исправительной колонии, да. Либо пойти куда? Вниз на строгие условия содержания. Где? Работа разрешительной системы. Там вам меньше денег положено, да? Если это строгая колония, вам... Всего тысяча, да. То есть это запираем помещение, там определенные часы на прогулку даются, в том числе и на передачи телевизионного ограниченное время. Не так, как в облегченном. Там круглые сутки идет. У нас целые студии работают. Где круглые сутки? Я на обычных условиях содержания говорю. У нас распорядок дня. Там телевизор, по-моему, утром можно час, днем час и вечером часа с растрали. Понятно, есть распорядок дня. Я сказал, что доступно не только и просмотр DVD-дисков, правильно? Нет. У нас их все забрали. Строгих правильно не помогло. Нет, пора проверочку выкатываться. Проверки проводят регулярно и прокуратура, надзирающий орган, и общественно-наблюдательная комиссия не забывает эти подразделения, в том числе это в Динске, это лесные подразделения, я знаю, я сам из леса приехал. Есть там проблемы, это деревянные колонии, от которых мы пытаемся сегодня уходить, но все зависит от тех бюджетов, которые сегодня есть. Зэки сами строят, обустраивают все жилье. Андрей, во-первых, вопрос от зрителей. Чем вы сейчас занимаетесь? Вы сказали, работали в столовой? Нет, я сейчас работаю в шиномонтажке. Я после столовой ушел. А что с поварским-то ремеслом случилось? Ну, я пока не могу заняться им, потому что там, где я работаю, там очень большие деньги я могу заработать. Я сейчас не в состоянии. Шиномонтажки? Да, я сейчас, ну, вы же сами принимаете, осень, сезон, сейчас начнется, ай-яй-яй, там, не будет времени, ни выходных. И вы потираете руки. Конечно, ни выходных, ни пообедать, даже ни позавтракать. Сейчас начнется машинка. Но как в съемке, какие оставили у вас воспоминания? Зрители спрашивают, может быть, был какой-то волшебный день, который запомнился больше всего? Или просто частный эпизод? Или волшебный пендель был? Или волшебный пендель? Нет, ну, про волшебный пендель я ничего не скажу, не могу сказать. Волшебный, так волшебный, нет, там, каждый день волшебный день. У меня просто никогда в жизни такого со мной не было, не происходило. И что кривит от душой? Может быть, я больше никогда в жизни в Москве-то не побываю. Хотя что-то очень охота туда сейчас съездить. Я же там дерево посадил. Хочется посмотреть, как оно прижилось или нет. У нас в студии есть пиар-директор канала «Перец», и хочется, собственно, передать ей микрофон. И вот что спросить. Микрофон только с вопросом у нас передается. Надежда, расскажите, ведь этот проект, он нужен, важен не только для вот этих 12 заключенных, которые вытянули счастливый билет, прошли кастинг, был кастинг, да, и стали участниками вашего проекта. Ну вот здорово, у Алексея жизнь изменится, и, возможно, он больше не вернется в тюрьму. 80% как возвращались из тюрьмы в тюрьму, так, скорее всего, и будут возвращаться. Для общества, для простых зрителей, для нас, чем важен и интересен этот проект? Ну, во-первых, я надеюсь, что из наших участников 80% не вернутся в тюрьму, потому что... Их 12 человек, ну да, наверное, вернутся. Первый сезон показал, что из 10 тогда участников, первым было 10, участников только двое вернулись обратно. То есть это статистика... Несмотря на участие в телепроекте. Ну, да, но обстоятельства жизни у людей разные. Два человека из 10, мы считаем, что это очень хорошая статистика, это всего 20%. По сравнению с 60% в стране, то есть ты как минимум в три раза лучше. Для телеканала «Перец» этот проект, конечно, в первую очередь имиджевый. То есть мы не ставим цели здесь. Конечно, понимаем, что это не вопрос денег, не вопрос рейтингов, это именно вопрос того, чтобы сделать и показать серьезный проект обществу. И в первую очередь, конечно, этот проект адресован обществу. Мы понимаем, что основная проблема людей, которые выходят на свободу, чтобы не звучало, это мое личное в том числе мнение, как бы человек не хотел измениться, он не сможет измениться, если общество его отвергнет. То есть если ты открыт, а все двери закрыты, у тебя останется только в окно. Собственно, снова, наверное, пойти на преступление. Поэтому мы в первую очередь хотим показать миллионам граждан, что это люди, за решеткой тоже люди, со своими проблемами, с своими душевными переживаниями. И сейчас, когда проект уже отснят, прошло какое-то время, мы продолжаем общаться с участниками. И хотим сказать, что это люди, с которыми приятно общаться, интересно дружить, даже вот это громкое слово здесь прозвучит. Это люди интересные, многие из них глубокие. И да, мы хотим сказать, что, собственно, этот проект, в первую очередь, для общества показать и доказать, что нельзя торгать 740 тысяч человек наших граждан, в первую очередь. Это не отбросы общества, это наши с вами соседи, друзья, даже бывшие, может быть, одноклассники. Надя, я перед тем, как мы начали вот эту нашу программу, видел, как вы общаетесь с Андреем, как-то очень тепло, как-то даже по родственному, я бы сказал. Скажите, он как изменился за время съемок программы? Ну, про конкретно Андрея мне сложно говорить, мы с ним не каждый день поддерживаем контакт с момента проекта. Но мне кажется, что Андрей в частности и все участники проекта, особенно это заметно по отдельным участникам, вообще стали более открыты. Открыты к общению, они часто говорили, когда мы с ними общались, о том, что, ну, на проекте еще, когда проект шел, что мы в первую очередь... По фене? А что? По фене говорили? Нет, во-первых, все говорили на нашем обычном русском литературном языке, ну, конечно, с какими-то там оговорками. Все, когда люди видят, что ты к ним с душой, что ты к ним не как с заключенным общаешься, как с человеком, как с равным, потому что мы все, абсолютно все воспринимали их как равных. То есть мы не ставили клеймо. Они настолько благодарны и так открываются, что с них как-то вот эта вся лягушачья чешуйка, она как-то вот спадает, потому что эту чешуйку не они даже сами на себя надевают, а общество. По сути, вот если у нас был один из участников, который работал экспедитором в компании, возил грузы многомиллионные, ну, в рублях исчисляющиеся, когда он стрелялся на работу, его просто забыли пробить по базе, что он сидел. И он говорит, вы знаете, я вот работаю экспедитором, и вообще руководитель в прошлом месяце признал меня лучшим сотрудником компании. Но я думаю, что когда проект выйдет на экран, он узнает о том, что я сидел, я могу потерять работу. То есть человеку, не зная, что он, то есть у него, причем он сидел за автомобильной крашей, ирония судьбы, человеку не зная, что он заключенный, люди доверяют и видят в нем совсем другого человека. Как только узнают, что вот 17 лет срока, на работу не принимают, хотя Андрей, я думаю, мог бы тоже в этом месте работы, где он устраивался, вы не взяли, стать, может быть, лучшим сотрудником компании. То есть здесь вопрос предубеждений. Я хочу сказать, что сейчас, когда прошло время с момента проекта, мы созваниваемся, видимся, некоторые ребята просто даже по-другому выглядят. Даже не по одежде, а лицо светлее как-то. То есть им самим очень важно доверять этому миру. Спасибо большое. Я, чтобы подогреть интерес к проекту, расскажу буквально о нескольких участниках. Вот среди них, я читаю, есть один из уважаемой обеспеченной семьи, долго жили на севере, мать занимала высотели посты в газовых компаниях. Другой служил в Чечне, где дослужился до боевого командира. Вот вернувшись домой, вдруг выяснил, что обществу он не нужен и три раза сидел за кражи. Еще один совершенно молодой 20-летний паренек решил покорить Москву, но вот просиживал огромные для него, по крайней мере, суммы в автоматах. Все спустил и тоже начал заниматься воровством. Еще один участник, настоящий такой поэт, у него за плечами 30 тетрадей стихов и песен. Бывший уголовный авторитет, а вот сейчас мечтает быть опубликованным. Ну, видимо, вот все свои 30 тетрадей стихов и песен решил опубликовать. А между тем 15 судимостей и 18 лет отсидки. Еще один убежденный национал-большевик, не зная отца, придумал легенду о том, что его батя был сербом и героически погиб в сражении за национальную идею. Ну, в общем, вот очень такая разношерстная, очень интересная компания людей с разными судьбами и с одинаковой бедой. — Напоследок вопросы от зрителя, нашему герою хочется задать. Обращаются к вам почему-то по тюремной кличке, Кузя спрашивают. Во-первых, как попасть на проект? Сложно было? Какой был кастинг? Как вы это сделали? А во-вторых, не боитесь, что после этого эфира заберут? — Нет. Меня в этой жизни уже, как сказать, если честно, трудно чем испугать. Многое уже попереживали. Как я попал на этот проект? Совершенно случайно. Я освободился. Брат меня привел к себе домой. У них есть компьютер. Я восстановил свою страницу в Одноклассниках. Меня увидела там бывшая жена моего бывшего двоюродного брата. Скажу я так про него. Такие отношения у нас, что он бывший. — Сейчас он троюродный стал. — Нет, двоюродный. Пусть будет троюродный. Не знаю, каким он бывший. И она мне скинула эту ссылку. Она почему-то в тот же день плавала в интернете, в сети, не знаю, увидела это что-то. Джентльмены на даче, этот кастинг. Скинула мне эту ссылку. Я сначала отказался там что-то заполнять, посмотрел. А так в шутку мне написала, что я больше с тобой общаться перестану. Я почему-то так воспринял всерьез. Не очень-то хотелось бы терять такого собеседника. Заполнил анкету. И мне позвонили. — А как по-вашему, если как-то неудачно сложится в дальнейшем ваша судьба, и вам придется снова оказаться с решеткой, как там люди отнесутся к тому, что вы участвовали в проекте? Как вообще люди в тюрьме относятся? — Ну я об этом сейчас даже не думаю. И как бы не собираюсь даже думать. Но если вдруг что-нибудь когда-нибудь произойдет, ну там мы посмотрим, ну я думаю, что навряд ли что-то произойдет. У меня была уже ситуация, я работал три недели, мне работодатель заплатил три тысячи рублей. Мне не на что было даже ездить к нему на работу. То есть я никуда не полез, ничего не сделал. То есть можно, скрипя зубами, но можно все равно прожить и выжить там как-то, не знаю как, но можно. — И еще вопрос. Юлия Белогурова спрашивает. Существуют ли какие-то общественные институты, организации, которые помогают людям, вышедшим из тюрьмы, реабилитироваться? Ну вот давайте у нас в Екатеринбурге. — Наверное, есть. — Конечно есть, как нету, просто я с ними не сталкивался. Я поэтому и говорю, я не хочу кого-то там как вернять, все эти организации, я не знаю как они работают. Потому что я с ними не сталкивался, я просто не знаю как они работают. — Нет, это все понятно? Пусть расскажет. — Наши эксперты, пожалуйста. — Да, сегодня присутствует Авель Владимирович, я правильно вас вижу? Вот есть Держава, есть Потапенко, есть у нас в Верхних Серегах, есть в Тагиле, общественные организации, которые с первого дня в любой одежде, в любое обе человека принимают, дают ему кров, значит, еду и возможность, что называется, осмотреться в этой жизни, да? Они есть. И мы делали методички, направляли. И вот я должен вам еще сказать о том, чтобы сегодня, я с вами слышу, что информированность должна быть выше. Хотя вот говорит ваш, так сказать, визави о том, что, вот, Сергей Александрович говорит о том, что в каждой колонне есть там телефонная полномочия, но вы говорите, что вы не видели. Ну, может быть, и не видели, да? Но, тем не менее, можно согласиться, что информация тоже имеет свойство устаревать, меняются телефоны и так далее. Но что мы должны с вами иметь в виду? Вы сказали очень золотые слова, что если человек хочет, то можно, скрипя зубами, зацепиться и сделать правильные шаги, и закрепиться в этой жизни. Вот это совершенно правильно. Но при этом, при этом, вот, все наши полномочные органы, которые обязаны помочь в этом, по своему статусу, они должны тоже внимательно рассмотреть и, ну, как неформально оказать эти услуги, чтобы человек поверил, вошел в контакт. Вот, самое главное, чтобы он поверил. Да. Чтобы он поверил. Да, и тот, и другой. У меня была ситуация, у меня брат, у меня брат прописан в Невьянске, он меня повез. Ну, там, потому что он когда освобождался, он там смог, как-то ему 2000 рублей дали, там, какой-то соцпомощи. Вот, он меня повез туда, он меня хотел к себе прописать. То есть, для того, чтобы, мне тоже готовы были дать эти деньги, но для того, чтобы я их получил, то есть, мне надо было ИНН, что ли, им предоставить? ИНН. Но для того, чтобы мне предоставить ИНН, у меня никогда не было. Мне нужна прописка. А для того, чтобы мне нужна прописка, мне нужна ИНН. И вот мы так кругами начали ходить-ходить, и в оконцовке я плюнул, и не стал больше грудить и нарезать. Но мне кажется, Евгений Иванович, вот эти службы, они должны... Уехал на проект, как раз это перепроект. Они должны взять прям на выходе из колонии, мне кажется, и перенимать эти ходить. И вот я должен вам сказать о чем. Вот недалеко в пятницу, это было у нас 12 число, следующее заседание у нас будет 19 октября. Мы сейчас проводим окружные совещания. Вот были на севере, в Северном округе, в Серове, собрались все. От Ивана Ивановича, грамматика, управляющего округом, главы муниципальных образований, заместителей глав, ИК были все, значит, Министерство соцполитики, наши начальники управления, наши учреждения, Департамент занятости, Министерство здравоохранения, так, кто еще, полиция, представители полиции были. Значит, то есть все, кто занимается этой категорией, что мы выстраиваем? Вот мы проведем все шесть совещаний в нашей области по округам, затем выходим на межследовательную комиссию, во главе которой Владимир Александрович Власов, сконцентрировать эти предложения, как работать. Но и сегодня, как бы, некоторые можно уже, что называется, предварительно озвучить. Мы точно так же, как и вы сегодня говорите, вот выходит человек из-за стены, значит, исправительной колонии, что мы должны сделать? Вот разные категории есть. Я уже сегодня говорил о том, что если человек готов, и его ждет семья, и он должен об этом забыть и уйти, он идет туда, и это хорошая тоже доля. Часть людей идет те, которые больны, открытые формы туберкулеза, другие заболевания, которые нуждаются в срочном лечении, в неотложном. Вот их, прямо за порогом тюрьмы, должно подходить Министерство здравоохранения со своей сетью, противо-другой дистанцира и другие лечебные учреждения, чтобы оказать ему помощь, чтобы он был здоров и не доставлял никаких других проблем населению, где он контактирует. Следующий момент. К нам, кто идет к нам? Есть люди, которые нуждаются в стационарной помощи. Ну, то есть, человек уже не может сам себя обслуживать. Одно из важных критериев. И этого человека мы должны сразу взять и направить в дом интернат, и чтобы он ни одного дня не был ни на вокзале. Алексей Иванович, должны взять или берем? И мы сегодня такую возможность проводим. Еще что. Вот самое главное, вы знаете, вот если посмотреть по каждому Министерству и ведомству, они делают свои задачи. И паспорта миграционная служба восстанавливает, и жилье предоставляет, и симулистерство погрешет, они говорят, да, у нас есть социально-маневренное маневренное жилье, где мы можем предоставить на какой-то промежуток времени чуть ли не бесплатно, лишь бы человек зацепился. А вот межфинус, в связи с этим, здесь все-таки страдает. А оно чем оборачивается? Вот этим временем, которые не стыковки. А ждать-то некогда. А у них счет на часы и дни идет, конечно же. Конечно. Вот. И поэтому, что мы планируем? Вот мы планируем после проведения, да и сейчас этим занимаемся плотно, и это очень важно. И еще важно, что важно все-таки этому человеку помочь не всем, кому надо. Андрей очень такой человек самостоятельный и самодостаточный. А многим нужно помочь. Сводить за руку миграционную службу, значит, еще куда-то, ту же больницу, потому что ему что-нибудь там, он сказал не так, его сказали не так, все разлетелось и все. Нужно вот какой-то поводырь, какое-то вот такое социальное включение, да. И этим мы тоже в настоящее время занимаемся. Мы сейчас устанавливаем, вот помимо, о чем сказали по поводу мест, где можно, что называется, определенное время прожить, в городах крупных, допустим, вот сейчас в этом году в Тагиле устанавливали три модульных здания, в Екатеринбурге устанавливали модульные здания, где человек, попавший в трудную ситуацию, неважно, из тюрьмы он сгорел, беженец или там бомж, он может там несколько дней прожить для того, чтобы с ним проработали по восстановлению документов, по восстановлению, определению состояния здоровья, да, и дальше с ним поработать. Ну, то есть это не просто ночлежка, а это центр, полноценный центр помощи. Конечно, вот помощь. И для того, чтобы организовать взаимодействие со всеми другими службами, которые могут в этом случае помочь. И департамент занятости, и ГУФСИН, не ГУФСИН, а полиция, и, значит... Сейчас у нас в городе есть такие центры, где могут, расскажите адрес. Значит, у нас в каждом нашем районе города Екатеринбурга, так же, как во всех других муниципальных образованиях, есть комплексные центры социальной обслуживания взрослого населения. Они есть. Значит, и обращаясь к ним, мы можем получить вот эту помощь. Но у нас свои полномочия. Как их искать? Вы так не ответили. Адреса? А как их искать? Значит, вот есть сайты, есть адреса. Значит, мы сделаем, знаете, как? Как вас проинформировать, чтобы довести? Потому что их у нас 68 центров, 68 центров, да? Вот если вы, допустим, дадите какую-то... Мы можем на сайте опубликовать все их списки, на самом деле. Хорошо. Мы вам передадим все адреса, и, пожалуйста, еще что мы договорились. Вот уже Иван Иванович, грамматик, предложил в пятницу. Он говорит о том, что он найдет спонсоров для того, чтобы вновь сделать информацию, и каждому освобождающемуся в карман можно было ее направить. Он, говорит, он как раз является прицелем обучительского совета в Усине, да? Визиточку туда, да? Не визиточку, а книжечку, чтобы было все понятно. Где нотариус, где департамент занятый, где социальная служба. Очень хорошая будет книжечка. Там, потому что много народу, которые, на самом деле, хотят работать, хотят жить нормально. Там очень много таких. Там просто в данный момент нет работы. В колониях, ну, нет работы. То есть, администрация говорит, захочешь работать, ты устроишься. Куда ты устроишься? Даже там в колонии. Вот они лежат целыми днями на отряде, ничего нет, только бегают, строятся, не строятся, строятся, не строятся. Значит, еще по поводу, вот сейчас, о чем сказал Андрей? Строится, стоять на улице, жара, вот там в одной той же одежде, режим. Принято решение о том, чтобы создавать производство или восстанавливать. То есть, в прошлом году и в этом году заложены деньги. В этом году, допустим, 29,5 миллионов рублей для создания производств. Лес, швейка. Вот сейчас они еще планируют еще одно очень такое важное, на мой взгляд. Они будут делать чипсы картофельные выращивать, и потом делать чипсы по тем технологиям, которые сегодня есть. Ну и понятно, их продавать для того, чтобы люди были заняты, люди были имели профессию. Люди, вот это бездельничание, оно тоже тяготит, и потом разрушает вообще человека, его существо. Конечно, тяготит. Им там заняться нечем. Они только и делают, что там строятся администрации. В этом году 29,5 миллионов будут направлены, и уже разыгрывают деньги. Их только душу там гнетут, вот этими всякими построениями и так далее. Вот таким режимом сжимают, и все. Они столько злее становятся. Вы знаете, вот хотелось задать вопрос Андрею, можно? Конечно, можно. Андрюша, а вот как вы думаете, вот из числа тех, кто находится сегодня, с кем вы были вместе, там, вы коль раз в семь ходили, то, наверное, разные люди, вот там у вас есть уже, так сказать, знакомые, близкие по духу, по, как сказать, видению жизни, да? А вот на ваш взгляд, все-таки, вот сколько людей, которые находятся, готовы вернуться, или, по крайней мере, ну, имеют такие намерения? Вот вернуться в нормальную жизнь, ну, не возвращаясь к криминальному прошлому, как, допустим, у нас сегодня 60% этих людей вновь возвращается. Ну, вот за ту колонию, которую я скажу, с теми, с кем я общался, ну, половина, половина где-то, они бы, это, с превеликим удовольствием жили бы нормальной жизнью, может быть, даже чуть и больше. Там так-то же, на самом деле, мало таких вот людей-то сидит, кто это, там, бандиты какие-то законченные, там, и все такое. И поэтому я хотел это услышать, для чего? Чтобы сказать всем нам, нужно принимать людей, нужно делать, порой в невозможной ситуации, все равно идти на встречу и попытаться сделать добро. Я думаю, что многие откликнутся. Всяк бывает в жизни, вот, 10-20%, ну, малая цифра, там, проценты считаются сложные, да и неправильно вообще. Из 10-12 вновь вернулись, да? Уж все сделали, казалось бы, да? А все равно вернулись. А все равно вернулись, да? Но, тем не менее, это говорит о том, что делать нужно все, для того, чтобы все-таки выполнить свою миссию и помочь людям. Я думаю, что, ну, нужно подготовить общество. А вот, а если мы возьмем, коснемся такой глубинной проблемы, а кто туда поступает, извините, вот, века-то? Значит, 4-5% людей, которые вообще в школу не ходили, около процентов 35-37 имеют неполное высшее образование. То есть, изначально люди, которые прошли такую трудную судьбу, А в конечном... Малообразованные, да, вы хотите сказать? Ну, это статистика такая, это не я говорю, а статистика, я просто транслирую. Да, совершенно правильно. Но и там нужно, опять же, вот, больше учить таким профессиям, как газоэлектросварщик. Сегодня в каждом, значит, сайте вот такая востребованная... Я скажу, как меня учили газоэлектросварщикам. Газовой сварки мы вот учить не будем, так как у нас оборудование нет, а электросварки мы научим. Я газовой сварки сам уже потом учился. Андрюш, ну, это вы говорите о частности, а я говорю в целом. Я говорю в целом, что нужно давать профессии, кто занимается. Конечно, конечно, надо. Чтобы они выходили и вот имели билет. И когда он обучается профессии, он тем самым показывает свою готовность, включится в нормальную жизнь, правильно? А если он от нее уходит... Еще, когда там дают профессию, очень бы хотелось, чтобы там не ставили печать эту гуфсиновскую, гуфсиновскую какую, потому что вот только из этой печати много куда могут не взять на работу, в документе, что у тебя вот есть корочки там какие-то, если ставят там, давай не завершать. И последнее, значит, о том, что вот он правильно говорит, что, конечно, в итоге общество. Вот сегодня вот эти исследования у нас на улице, да, там соцопрос показал, что люди-то, в принципе, готовы. Но, конечно же, предпринимателям, которые живут сегодня достаточно тоже в трудных условиях, это мелкие, малые предприятия, да, и он боится, конечно, чтобы что ни случилось, ну, чтобы удержаться на плаву этому своему предприятию. Но, тем не менее, вот совместная работа, нормальная демонстрация тех фактов, когда человек устроился диспетчером и работает лучше всех в фирме, да, это вообще фурор какой-то, да, и это нужно воспитывать, чтобы наши предприниматели, работодатели не боялись этого, наоборот, наоборот. Это замечательно. Нам нужно закругляться. Вот предприниматели эти, да, я был в Москве, я был там в кафе, за три месяца там уволили пять, а, поменялось пять шеф-поваров, они не были судимые, за что их выгоняли, за то, что они тащат там тоже кусочек мяса. Это вольный человек, за три месяца они поменялись. Ну, понятно. Почему я хуже, да я не буду это мясо искать, оно мне не нужно. А меня не берут, а берут его, и его увольняют, и меняют. Хороший предложение. А вы бы пошли в ГУФСИН работать, вот вы знаете проблемы изнутри. Нет. Не может. Не хочу. Вопрос, вот давайте договоримся, что это будет последний вопрос, телезрители настаивают, интернет-зрители. Елена Кубина все-таки просит, один день проекта от Андрея, и каковы теперь его планы и мечты? Один день. Один день направится. Ей, наверное, очень хочется узнать, какой день я больше всего запомнился. Да. Но все-то секреты не рассказываете? Ну, все не буду, но я расскажу как раз от самого начала. Детский дом. Мы приезжали к детям туда. Вот это я, наверное, никогда не забуду. Я люблю детей, хотя у меня своих детей нет. И с детьми у меня нормальные отношения. Я очень часто сидел, у меня родственники оставляли со своими детишками. То есть, ну, классно. То есть, просто замечательно. Вот это я никогда не забуду. Это было очень хорошо. Было там очень интересно. С детьми мы тоже общались там много-много. Жаль, вообще только что такие дома есть. Но я не буду осуждать тех родителей, которые туда отправили своих детей. Не буду. Всякое бывает. У кого что-то как получилось. Может быть, даже и лучше, что кто-то отправил своего ребенка туда. О чем вы теперь мечтаете? Планы на жизнь. Пройдет сезон ДТП. И что вы будете делать после решенномонтажки? Не скажу никому. Это мои планы, секрет. Что это вы будете знать о них? Да у меня планы нормальные. Все, дом, семья. Все, будем строиться потихоньку, потихоньку. Так что к криминалу я возвращаться не собираюсь. Так что не волнуйтесь, не переживайте. Надежды не оправдаю. Оправдаю все надежды. Буду стараться. Кстати, у нас достаточно часто бывшие осужденные. Вот кто устроился, смог найти себя в этой жизни и себя зарекомендовал, приезжают в колонии и вот как раз в школе освобождающихся и рассказывают, с какими проблемами они встречались и как можно уйти от подводных камней. Сотрудничать с ГУФСИН все-таки можно? Совершенно верно. Имеется в виду сотрудничать в качестве положительного опыта, рассказывать тем, кто готовится к освобождению, на какие грабли не надо наступать, как надо себя показать в этой жизни и с кем можно общаться, чтобы на самом деле снова не вернуться туда, в колонию. И это работает лучше на... Совершенно верно. Вот 6-я женская колония исправительная. Регулярно приезжают бывшие осужденные женщины и вот участвуют в работе в школе освобождающихся. И это очень действенно и интересно. Я думаю, и для тех, и для других. Елена Яковлевна Тищенко знает, о чем говорит доктор педагогических наук. Тем не менее. Вопрос про женскую колонию, тогда еще телеканалу Перец. А будет вариант джентльменов на даче с джентльменами в юбках, с женщинами? Я более того скажу. Прямо сейчас проходят съемки третьего сезона, женского. Проходят они в Одессе, в теплом море. Мы решили девушек вывезти в теплый проект. А если два этих проекта объединить, как-то... Ну, это уже... Это получится другой телепроект. Какие результаты получат? Мы не будем тоже загадывать на будущее. Одного хватит. Весной, к 8 марта, я надеюсь, что и проект с женщинами тоже выйдет на экран. Елена Кубина обещает смотреть, мы тоже будем смотреть. Спасибо вам большое. Ну, я думаю, что на этом мы закончим. Разговор очень долгий и очень длинный, очень серьезный. Будем надеяться, что все-таки можно вот эту цепочку «Украл-выпил в тюрьму» как-то прервать, разорвать этот самый порочный круг. Александр, последнее слово. Мне осталось только напомнить вам, что мы собрались не просто так, а потому что сегодня, 15 октября, в 22 часа, на канале «Перец» стартует проект «Джентльмены на даче-2». В нем принимает участие 12 бывших осужденных, за плечами у которых не менее трех лет колонии и преступления, не связанные с физическим насилием. Мы показали вам в начале ролик, как это было зрелищно и, по-моему, интересно. И самое главное, с хорошим взглядом в будущее, с большой надеждой. Так что приглашаем вас к экранам сегодня в 22.00 и на протяжении...